Всем привет! Вы слушаете подкаст с интригующим названием «Ребята, мы потрахались». В студии Сашка. Всем приветики и Дашка. Да, я тут. Осуждающе смотрю на Сашку, потому что он сидит в телефоне. Извините. Телефон мне отдал, и отдам только, когда родители придут и заберут. Понятно? Нет, они меня тогда накажут. Сидит там в своем телефоне, а русский язык там будет учиться. Черт. Ладно, как дела? Да неплохо, знаешь. Вроде нормально. Это очень информативно. Да. Я просто хочу сейчас записать этот подкаст и пойти выпить кокосовый сидор. Ох, я тоже. Блин, на самом деле у меня недостаток кокосового сидора в крови. Ну, я сдавала анализ, все, подтвердилось, да. Вот поэтому нужно восполнять кокосовый сидор в своем организме. Если вы не пробовали, и вам можно уже употреблять алкоголь, попробуйте. Вот. А если нельзя, то не пробуйте. Ждите, когда будет 18. А то начинается тут. Ну, какая-то. Ашки курием, эссы пьем. Ну, это просто я по тиктокам суживаю. В подростках. В моем тиктоке все подростки делают вот такие вещи. Я живу недалеко от школы, и я часто вижу школьников с электронками. И так и хочется вот прям, это что такое? В наше время такого не было. Мы курили кис яблочный. Нет, ладно, я в школе вообще ничего не курила, поэтому это как-то обошло меня стороной. Ну, ладно, это все как бы отступление. Что я хочу вам сказать? Конечно же, что у нас есть почта, куда вы можете присылать свои письма со своими вопросами про отношения. Что там у вас произошло такого? Может быть, мы сможем чем-то помочь, что-то подсказать. Может быть, просто поржем вместе с вами. Может, расскажем вам какие-то прикольные истории. Вот такой у нас подкаст. Ну да, как бы, что умеем. Что, трындить умеем? Ну, это да. Письма? Да. Привет, дорогие Саша и Даша. Здорово. Я девушка 32 лет. Несколько лет приятно мучает один вопрос. Прям приятно мучает вопрос? Интересно. Интересно мнение стороннего комментатора. Уже 9 лет на меня при встрече смотрит парень. Красивый, я тоже привлекательный. Мы не знакомы, никогда не разговаривали. Раньше он жил в соседнем доме. Теперь родители его переселили в другую квартиру в одном со мной подъезде. Он младше меня на 8 лет. Странно, да? Родители переселили. А они такие, фу, съезжай отсюда. Ну, может, у них две квартиры были. Одна там, типа, сдавалась раньше, а теперь освободилась. И они такие, ну, наша сыночка-корзиночка уже взрослая, пусть живет в этой квартире. Вот и все. Хорошо. Так вот, значит, он младше на 8 лет. То есть, когда случилась первая встреча взглядами, ему было 15. Да. Мне нравится, у вас дневничок где-то есть, где вы отметили день, случилась первая встреча взглядами. Теперь понятно, почему она сказала, его родители переселили, да. И с тех пор при каждой встрече он так на меня смотрит. Ну, тут написано так, да. И в скобочках. Безэмоционально, но очень пристально. Разворачивается в мою сторону. Всегда будто застывает. Однажды, снова встретившись со мной взглядом, он мне кивнул. Но я проигнорировала и пошла мимо. Ну, человеку 15 лет. Куда кивать-то ему? Ну, да. Мне было 23, да и я была в отношениях тогда. Он мне тогда очень понравился. Нравится мне вообще кто-то редко. Я даже начала о нем фантазировать. О 15-летнем во время секса со своим парнем. Как-то представила его. Боже. Те мысли и чувства заставили меня задуматься об отношениях, в которых я состояла. Сначала у нас с молодым человеком случился разлад. Потом, спустя некоторое время, я от него ушла. Уже 8 лет я живу без отношений. В целом, не испытываю потребности в ком-то. Но сейчас этот глазастый парень мне не дает покоя. И сейчас ему не 15. Он все так же смотрит на меня, но не подходит и даже не улыбается. Не понимаю, что и думать. Мне он очень нравится. Мне интересно. Но что делать, не представляю. Я знаю его номер, могу написать. Но сама на его месте сочла бы это вторжением в личное пространство. Откуда у нее его номер, интересно? Ну, она же маньячка, че. А, точно. Я шучу, если что. Так вот, значит, вторжение в личное пространство. Вдруг ему это не нужно? В общем, поковыряйтесь, пожалуйста. Люблю целую. Так говорят, поковыряйтесь, как будто бы тачку капот открыла и такая. Ну, типа, поковыряйтесь. Там что-то карбюратор, блин. Что-то двигатель там. Масло, давайте. Поковыряйтесь. Вообще история такая странная. Да. Не знаю даже тоже, что и думать. Но когда девочки говорят, что он на меня так смотрел, у меня всегда вот, я такая, так, эту информацию нужно делить на два. Конечно. Потому что если он так смотрит, но ты смотришь на этот взгляд и думаешь, да, обычно он смотрит. Да, потому что она просто, может быть, хочет, что вот как-то вот, знаешь, он так смотрел. На самом деле он просто смотрит. И, возможно, он смотрит, знаешь, не с целью того, что о, она такая красивая, она мне так нравится, вот как у нее в голове это, наверное, происходит, а с целью, блин, она на кого-то похожа. Я не могу понять, на кого она похожа, блин. И вот так 9 лет, понимаешь, он не может понять. Или он просто такой, блин, знакомое лицо. Да, 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 да. И он такой, черт. Ну, конечно, куда приятнее думать, что на тебя так парень смотрит, потому что ты такая классная. И он такой, о, нифига себе, телочка. А, ему 15. Ну, да, да. На тот момент. Вот. Ну, короче, да, странная ситуация. Но по поводу того, что вы представляли парня там во время секса с другим мужчиной, ну, мне кажется, время от времени все такое делают. Наверное. Ну, может быть, не специально, может быть, как-то... Ну, случается, мне кажется, может такое случиться. Не знаю, у меня это даже как-то не возникает в голове. А, у меня тоже. У меня не было, правда, таких случаев. Но мне кажется, что такое случается у людей. Ну, вроде как такое есть, да. То, что ему 15, ну, как бы да, это вроде мелкий совсем, но иногда парни в 15 выглядят так. Ну, они уже, типа, выросли. У них там, не знаю, какой-то скачок роста или что-то такое. И они выглядят уже довольно... Мужичаро. Ну, не прям мужичаро, а такой молодой парень. И ты не скажешь, что ему 15, потому что он выглядит на 20, например. Ну, есть такие подростки, которые, знаешь, выглядят старше. И еще, знаешь, сигареты, пиво покупают, ходят в магазин, потому что они выглядят старше. Ну, опять же, у меня такой образ складывается. Просто все вот подростки-пацаны из тиктока моего, они все там такие, типа, о, герл. А самим реально там, наверное, лет по 16-17, но они выглядят уже на все, там, думаю, 23, например. Вот, и я такая, так, ну, подожди. Подожди, ну куда? Ну, ну, что ты? Ну, что ты? Не проведешь нас обманщик. Да, да. Вот, а еще я помню в школе, вот, в моем классе все пацаны были, ну, они такие невысокие примерно, одного роста с девчонками, ну, такие щупленькие довольно, такие. А на пару классов младших, короче, там вымахали вот такие огромные парни. И я такая думаю, блин, подождите, а почему? Почему так? Вот почему-то в младшем классе, там, на два класса где-то младше, такие реально взрослые парни, а наши такие... В общем, странная была ситуация. Ну, как ты думаешь, что вообще происходит, что делать в таком случае? Все очень непонятно, потому что никто из них не идет на какой-то контакт. То есть и он не проявляет особо какого-то рвения? Ну, смотрит, окей. Ну, кивнул один раз, ого, ничего себе. Ну, кивнул там еще сто лет назад где-то. Ладно, понравилось, ну, познакомься. Ну, мне кажется, что, ну, тоже представь, он на нее, допустим, ну, вот, допустим, все-таки он на нее засматривается. Это так, например. И вот он на нее засматривался, когда ему было 15, вот. И сейчас ему уже вроде не 15, но по отношению к ней он, наверное, себя чувствует еще вот все-таки, да, пацаном каким-то, возможно. Поэтому он продолжает просто смотреть. Но вы не сказали, а вы там ему хоть раз вообще улыбнулись там что-нибудь или такое? Ну, да, раз он нравится, так может тоже что-то стоит сделать. Хотя бы, хотя бы так же смотреть на него. Может, это его спровоцирует, ну, типа, чтобы познакомиться. Он такой, о, она на меня смотрит, есть ответная реакция, знаешь. Ну, да, не знаю. А так, судя по всему, она достаточно холодно относится. Да, просто прошла мимо, такая, в пол смотрит. Он просто чувствует, что он там смотрит на нее. Вот, мне кажется, что если вам человек, ну, симпатичен, вы знаете, что он там смотрит на вас, ну, улыбнитесь ему, блин. Пусть он хотя бы поймет, что, ну, есть какой-то, какая-то оттепель, знак какой-то. У меня когда-то было такое. Еще в универе видел девчонку. Я с ней часто ездил в одной маршрутке до университета на первом курсе. Я на нее смотрю, знаешь, ну, просто смотрю, потому что, ну, прикольная девчонка, симпатичная. И она в какой-то момент такая, хоп, знаешь, подловила мой взгляд и смотрит на меня. Типа, а? Че ты? Че ты? Уберешь взгляд, а? Ну, я так и не познакомился. Я потому что был 17-летним, очень неопытным в плане отношений и подкатов уж тем более парнишкой. Я просто, я сейчас понимаю, что нужно, это был знак такой типа, ну, давай, ну, давай, ну, че ты, давай. Вот я иногда улыбаюсь в ответ, если такое что-то бывает. Я помню, как-то ехала тоже в маршрутке, и что-то идет чувак, и, ну, как-то вот мы случайно вообще взглядами пересеклись. Он на меня смотрит, я на него, ну, типа, такие, типа, пёлимся. Ну, это, это, аааа. Вот, да, и я ему просто улыбаюсь, он мне улыбается в ответ. Миленько. Ну, мы не познакомились, потому что он шел по улице, а я ехала в маршрутке, вот, поэтому как-то так. Ну, когда в пробках стою, там тоже смотрю, кто-нибудь на меня смотрит. Ну, если это какой-то там человек, который, ну, с которым я не хочу контакт иметь, то я такая, ааа, что тут с другой стороны? Ааа, то же самое, так, ну, ладно, куда бы посмотреть. О, машины с другой стороны, ничего себе. Кажется, мне звонят, подождите. Алло, важный телефонный разговор, да, конечно. Да, да, вот, но можно улыбнуться, в принципе, в ответ. Не знаю, если бы у меня была такая ситуация, я бы попробовала бы спровоцировать какой-то контакт. Ну, то есть, если вы живете в одном подъезде, вы же, наверное, там как-то пересекаетесь. Ну, кивните ему. Да, там, кивнула, или потом подошла, там, спросила, который час, там, или что-то такое. Ну, знаешь, типа, просто, чтобы разговор завязать вообще. Или там, ну, я уверена, что, ну, вы узнаете друг друга, и вы, типа, как родные уже, просто такие, ну, типа, родственники, которые не общаются. Да, я помню, как ко мне, я, видимо, понравился девчульке одной, в маршрутке. Мы выходили на одной остановке, и она так, знаешь, на меня посматривала, посматривала, посматривала. А я переслаживался на другую маршрутку. И она подошла, такая, а я курил стоял. Она подошла, у меня сигарету стрельнула такая, знаешь, типа. Но она не курила, она просто стрельнула, она явно не курит. Знаешь, она просто стреляла сигарету. И что ты сделал? Я дал ей сигарету. Какой ты тупой! Да, 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 да. Это все давно было. Как очмар. Как ты мог? Как ты мог? Ну, в общем, да, раз вы просто друг на друга смотрите и оба такие не решаетесь, ну, я бы попробовала бы сама спровоцировать контакт. Там один раз, два. Ну, если он как бы не идет дальше, то, возможно, не стоит как бы прям давить и настаивать. Сделайте один маленький шаг навстречу, малюсенький шаг. И посмотрите, вообще будет реакция или нет? Спросите, сколько время у него сигаретка страниц. Ну, типа того, да. Посмотрите, есть ли реакция вообще? Потому что если нет, то, может быть, реально он смотрит по другой какой-то причине вообще. Вдруг он, ну, вот сейчас вы у него спрашиваете, сколько время, он отвечает вам. И вот сейчас он решился наконец-таки, а вы случаем не сестра того-то, того-то. Моего одноклассника. И ты такая, ну да, да, сестра. Блин, я столько лет смотрю, думаю, да. Она или не она, да, елки-палки. Оказывается, это, блин, оно реально. Ну, короче, да. Вот, наверное, как-то так. Если в итоге, то убедитесь, во-первых, что действительно он смотрит по той причине, по которой вы думаете. Вот, а если он вам так нравится, ну, попробуйте спровоцировать этот контакт. Вот, и посмотрите на реакцию. Да, маленький шажок, маленький. Да, оттуда уже можно как-то действовать. Я так думаю. Да. Кивните, улыбнитесь. Ну, только как-то некрипово надо это сделать. Такой, знаешь, прямо робок, кивок такой. И он такой, господи, что происходит? Что делать? И она просто смотрит, улыбается, не моргает. Если вы знаете, ну, наверное, это слишком, слишком нагло. Если она знает его квартиру, наверное, раз они в одном подъезде живут, может быть. Знаешь, типа в почтовый ящик там какую-то записочку кинуть. Крипово. Наверное, крипово. Мне так делали, мне было крипово. Не, ну, мне было двояко. С одной стороны, чуть-чуть крипово, а с другой стороны, очень приятно, потому что человек, ну, как бы подумал, захотел что-то придумать. Он придумал какую-то прикольную записочку, положил в ящик, а не просто там, типа, го, это, в кафешку нам, что это, как бы. Слышишь, слышишь. Слышишь ты, блин. Что ты это, давай. Да, ну, как бы немножечко по-другому. Он то же самое сделал, только в записочке. И там прям напелось. Слышишь, слышишь. Да что ты там? Ладно, следующее письмо. Давай. Я вас обожаю. О, что ты? Возможно, не все письмо скопировалось, но оно сейчас начинается с фразы «Я вас обожаю». Каждую неделю жду выхода новых выпусков МВЖ и РМП. Круто. Значит, с ними дорога до работы и домой становится более веселой. Я уже писала вам письмо, но думаю, я его перефразирую, так как многое поняла. Но при этом возникли другие вопросы. Господи, что же там такое-то? В августе 2017 года мне было 21. Я познакомилась в компании ребят, им по 25, в которой влюбилась в одного парня. Пусть он будет гусом. Прямо с первого взгляда. Но на любые намеки и попытки встретиться он особо не реагировал. Возможно, намеки и попытки были такими себе. А возможно, я не уловила реакции. Я чувствовала какую-то связь между нами, но так ни разу и не предприняла ничего. Скорее всего, никакой связи и не было. Скорее всего, она была лишь в моей голове. Anyway, в октябре я начала общаться с его другом. Они не сильно дружные. Бывшие соседи с общими интересами иногда помогают друг другу. Пусть будет Веней. Гус и Веня. Гус. Гус это типа Гусейн? Я не знаю. Я знаю, что Веня это типа Вениамин. Я просто все, о чем сейчас думаю. Типа Гус. 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 Его зовут Гус. Интересно. Я не понимаю. Ну, Гус и Веня. Что ж теперь? Сериал такой. В общем, да. Вскоре я поняла, что он меня заинтересовал. Я придумала себе правило, что если со мной и с кем-нибудь произойдет какая-нибудь романтическая ситуация, снегопад, с тем я и начну встречаться. В скобочках. Люблю глупые правила. Блин, ну это да, забавно. В новогоднюю ночь Веня предложил встречаться. А подумав дней пять, я согласилась. Одним из аргументов был снегопад, который шел в новогоднюю ночь. Круто. То есть, у парней, которые, типа, хотели встречаться с вами летом, у них вообще шансов не было. Ой-ой-ой. Никаких снегопадов. То есть, ты просто, ну, все автоматом, ты как бы идешь нафиг. Жди снегопада. Так, прикинь, она может уехать в какие-нибудь жаркие страны и просто остаться одной навсегда, потому что там нет снегопада. Но я думаю, она бы там новое глупое правило придумала. Ну да. Вот, если меня укусит собака, значит, и кто меня спасет, с тем я и буду встречаться, вот такое правило. В общем, мы вместе уже пятый год, и нам хорошо, хоть и не без ссор. Плотно думаем о совместном будущем. Тем временем чувства гусу претерпевали самые разные изменения, но чаще всего я все еще была в него влюблена. Ну так вот, иногда влюблена, а иногда не очень. А потом такая, ой, я снова влюблена. Ну, такое, да? Ну, как-то, да. Ну, чаще всего все-таки влюблена. Ну, ладно, влюблена. Новое глупое правило. По четвергам я влюблена в гус. В одной из недавних похожих историй, которые вы читали, вы сказали, что это может быть просто влечение, которое может пройти, если просто не видеться и не контактировать. Неделю назад мы с компанией ездили на шашлыки. Там мы с гусом вообще практически не общались. Но вот прошла неделя, а я все еще думаю о нем. Я недавно читала переписку с другим другом, пусть будет Майк. Еще и Майк, блин, откуда ты тут появился? И вспомнила, что в сентябре 2017 года он мне тоже нравился. Но ему я об этом сказала, так как он проявлял ко мне какие-то знаки внимания. Но это оказалось, ах и зе, что это оказалось. Возможно, просто манера общения. Он и сейчас так со мной общается и в любви признается. В общем, я пережила те чувства, и теперь он для меня один из близких друзей. Так вот, я думаю, может, стоит обсудить чувства гусу с ним? Не испорчу ли я отношения с ним? Еще я боюсь, что кто-нибудь узнает об этом разговоре, если он будет. Или о моих чувствах. Я не хочу никого ранить. Как быть? А. Еще немного постараться и похоронить чувства. Б. Постараться больше не видеться и не общаться с ним. В. Поговорить с ним наедине, сохранив разговор в секрете. Г. Сообщить об этом Вене и поговорить с Гусом. Если честно, я склоняюсь к варианту В. В. Это поговорить с ним наедине, сохранив разговор в секрете. В общем, спасибо, что прочитали. Есть вариант, что он не сохранит секрет. В. Вообще, вариант В. Это все-таки имеется в виду Майк, да? Поговорить с Майком наедине, сохранив разговор в секрете. Не понимаю. Лучше бы указали. По-моему, Гусом. И вообще непонятно. Короче, на самом деле, спойлер, ни один из вариантов я бы не выбрала. Да, я бы тоже, кстати. Короче, у нас есть Гус, у нас есть Веня и есть Майк. Так. Значит, с Веней все хорошо, плотно думают о будущем. Майк просто дружище. Да. Вот. А Гус, вроде как, остались к нему какие-то там чувства. Так, ну давайте вот в этом уравнении уберем лишнее все. Это Майк. Да, Майк вообще ни при чем. Вообще ни при чем, пожалуйста, не надо. Ну, типа, да и Веня, скорее всего, здесь особо ни при чем. Есть только вот это вот ваше чувство к Гусу, которое вы храните в своем сердечке. И знаешь, как незакрытый гештальт. Типа, а что вот если бы? А вот, а каково же это? Ну, то есть, всегда же интересно, что бы было бы, если бы. Вот. У меня такая тоже ситуация была. Мне нравился один парень. Но как бы так сложилась судьба, судьбитушка, что когда он мне нравился, он, короче, начал встречаться с девушкой. Вот. Ну, и как бы они, ну, все, они встречались. И встречались еще долго. И мне пришлось, в общем-то, как-то, как она там сказала, похоронить свои чувства и все вот такое прочее. Ну, и, в принципе, получилось. Ну, мне потом спокойно нравились другие парни, у меня были другие увлечения. И с этим парнем я спокойно могла разговаривать с его девушкой. Ну, короче, суть в том, что это возможно. Вот я о чем. Да, это возможно. Если у вас не получается что-то, то, мне кажется, есть повод обратиться к специалисту, скорее всего, а не обсуждать с другом. Разговоры с другом – это всегда хорошо. Ну, да. Ну, если вы, конечно, уверены в том, что это все сохранится в тайне, там, если вам это нужно и все такое. Но просто это кажется немножко странным, что прошло, там, сколько-то лет, а вы такая, типа, я все еще, кажется, влюблена в Гуса. Почему? Ну, типа, в чем причина остановки? Ну, то есть, за что вы его любите? И вы же явно его не суперхорошо знаете, там, или что-то такое. Думаешь? Я думаю, она его очень хорошо знает. Ну, мне кажется, не настолько, чтобы вот прям, знаешь, я все, я влюблена столько лет. То есть, во что вы там влюблены конкретно? Там, он симпатичный, вам только это нравится. У вас на самом деле не чувство, а просто влечение сексуальное к этому человеку. Мне вот, я почему-то думаю, что там больше сексуальное влечение, интерес вот этот вот, а не влюбленность. Ну, да. Ну, мне так кажется. Ну, да, да, да. Что-то здесь нечисто, да? Вот что-то, вот какая-то есть причина. Да, и мне кажется, что если это вам, ну, прям вас беспокоит и мешает, и, типа, много лет не отпускает, ну, я бы на вашем месте точно бы пошла с таким запросом к психологу, чтобы понять. Чтобы разобраться в себе. Чтобы разобраться в себе, и, типа, для чего, как бы, вы в голове удерживаете все вот это вот. Вот вы удерживаете человека, то есть у вас, по сути, отношений нет, а в вашей голове какие-то отношения с этим гусом у вас есть. Да, при этом у вас есть реальные отношения с другим человеком. Ну, да. С которым все ок. Поэтому, вот, странно, типа, откуда это все идет, и, к сожалению, я вообще не могу ничего такого подсказать, потому что я вас не знаю, вот и все. Я не знаю, какие у вас приоритеты, что вам нравится, что не нравится, почему у вас там заклинило на этом человеке. Может быть, у вас там какая-то психологическая, там, не знаю, не прям травма, но какой-то там затык психологический. Поэтому вы пытаетесь за счет вот этих чувств гусу как-то разрешить эту ситуацию. Но это, типа, распространенная штука на самом деле. Да, да. Вот. Поэтому, что там еще раз по вариантам было? Еще бы немного постараться и похоронить чувства. Ну, если вы не решаетесь ни на что, то да, вот такой вариант. Тоже, наверное, я бы не сказала, что это здоровый вариант. Нездоровый, да. Но на крайняк пойдет. Ну, вот я так сделала. Да, получилось. Но это не было в итоге положительным опытом для меня, я так скажу. То есть, да, какое-то время довольно продолжительное. Ну, типа, все окей. Но из-за этого наслоились другие всяческие проблемы. И, ну, то есть, неразрешенная вот эта ситуация в голове, она осталась. И она просто, вот знаешь, как бы, ну, как нарыв какой-то, я не знаю, как это назвать. Ну, знаешь, когда у тебя долго что-то там зреет, а потом, типа, ты не понимаешь, почему у меня в жизни как-то все странно идет. А потом вы обсуждаете это там на сессии, и оказывается, что вот тогда ты какие-то чувства не прожила. Там что-то не отпустила или что-то не приняла, и от этого, ну, устроилась дальше там какая-то кривая. Поэтому я не говорю, такое возможно, но не думаю, что это может стать положительным опытом. Просто задавить эмоции где-то. Ну, да, да. Вот, постараться больше не видеться и не общаться с ним, с гусом, наверное. Это просто избегание, ну... Ну, опять же, это как костыль. То есть, в какой-то момент это может помогать, но постоянно избегать, наверное, все-таки не получится. И есть еще вариант при этом, что вы начнете идеализировать его в голове, не видя вживую, начнете идеализировать, вот, блин, если бы вот сейчас вот так, а я бы вот так. И начинайте представлять, естественно, самый лучший вариант из всех возможных, мечтать просто и принимать это уже как за правду. Ну, знаешь, вот как будто бы в этой ситуации, что постараться забыть, постараться как бы избегать его, это, наоборот, только усиливать его влияние там на твою жизнь и в твоей голове. И причем, заметь, именно постараться, не избегать его, а постараться, типа, ой, я проиграю эту битву сейчас, ой, я все равно буду думать о нем. Это как постарайся расслабиться, ну, то есть, это же как бы, блин, как-то сразу это... Просто мне кажется, это настолько странно, что она пытается что-то делать с человеком, с кем не общается. То есть, она будет стараться его избегать, она будет стараться его забыть, но у них между ними вообще ничего нет. Ну, я так понимаю, просто общие знакомые, да, там, как-то... Ну, нет, я имею в виду, что между ними отношений никаких нет. Ну, да, да. Вот, и это интересная штука, чтобы поразбирать ее как раз-таки со специалистом, потому что... Копите деньги. Здесь нужен, как бы, профессиональный взгляд. И, значит, вариант поговорить с ним наедине, сохранив разговор в секрет. Я не знаю, имеется в виду Гус или Майк, но суть в том, что о чем говорить? О чем мы собрались говорить? Ну, да, вот Гусу она приходит, слушай, у меня к тебе еще тогда вот с того момента чувство. Он скажет, ну, ок, и что, что ты от меня хочешь теперь? Ну, да, это как будто бы перекладывание ответственности на него, знаешь, типа, вот я тебе вывалил это все, а теперь ты вот решай, или что? Ну, да. Зачем ему тогда эта информация? Ну, может быть, просто хочется немножко какого-то облегчения, то есть она в себе это носит, но, наверное, облегчение особо вам это не принесет, а принесет только новый груз, скорее всего, потому что реакция, наверное, вам не понравится. Вот, если вы скажете Майку, ну, тоже он такой, ну, блин, что я тебе могу сказать? Подруга там, ну, хреново, например, или еще что-то такое. Не, я вообще не понимаю, зачем он здесь, правда, ну, не нужно. Ну, не знаю, видимо, хочется с кем-то обсудить, а обсудить не с кем. И вариант сообщить об этом Вене и поговорить с Гусом, а в Вене эта информация вот тоже нафига. Ну, странно, да? Ну, типа, я так понимаю, вы же не собираетесь там расставаться, вы же любите своего парня в итоге, и все хорошо? Или это не так? Ох, да, тут прям надо к специалисту идти. Надо это все разбирать. Суть в том, что я бы на вашем месте не жалела бы на это деньги. Ну, то есть, может быть, я урезала другую статью расходов, либо искала бы какие-нибудь, ну, варианты. Не знаю, сейчас же есть онлайн-сервисы всякие, где подешевле все-таки стоит сессия. Ну, потому что... Ну, потому. Ну, да, да. Могу контакты, кстати, дать, если что. Вот. Потому что ситуация звучит как что-то такое вот сложненькое достаточно. Нет, ну, конечно, можем сейчас сказать, да что ты, забей на него, да что, на него найдешь, нормально. Ну, это такие бытовые советы, которые, ну... Да, тут нужно прям подразобраться вам со своими чувствами, со своими желаниями. Это нужно решить именно вам. Ну, вот как-то так. Да, вот как-то так. А ничего легко не дается. Да. Да, да. Ну, значит, я считаю, что подкаст можно завершать. Да. Это значит, что мы идем пить кокосовый сидр. Да, очень надо. Прям. Кокосовый сидр! Ура! С вами были Сашка. И Дашка. Всем пока-пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok